Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о 5 типах сотрудников. 5 типов сотрудников. Случайные сотрудники, ценные сотрудники, ключевые сотрудники, творческие сотрудники и прогрессоры. Начнем со случайных сотрудников, которыми я вам не рекомендую быть, если вы сотрудник, если вы работаете по найму, а если вы владелец бизнеса или директор, я вам не рекомендую таких сотрудников иметь. Случайные сотрудники – это те, которые считают, что от них ничего не зависит, и что работа, которую им поручают – это работа для ног и рук, а не для головы. Пример приведу из своей собственной практики. Когда я работал на производстве, на пищевом производстве, к нам на работу попросился оператор производственной линии, который ранее уже работал на этом предприятии, еще до того, как я стал там инженером. его взяли, поставили в ночную смену работать, а он запил. В итоге сгорело оборудование, пришлось мне выезжать ночью, в 3 часа ночи выезжать на такси на место, чтобы останавливать эту линию, все это зачищать, проветривать, а потом 3 дня ремонтировать то, что сгорело. Отдавать движок на перемотку, покупать новые ремни, покупать новый двигатель для оборудования. Человек не подумал. Он посчитал, что работа оператора – это работа для ног, для рук, для мышц тела, а не для мышцы головы. И он считал, что он сможет справиться с тяжелым, со сложным оборудованием в состоянии похмелья. Случайные сотрудники, которые портят все в том месте, куда они приходят. Но поговорим о хорошем, что есть другие хорошие сотрудники, такие как ценные сотрудники. Ценные сотрудники так называются, потому что они могут оценивать результаты своей работы, прежде чем показывать эту работу коллегам или руководителю. Ключевые сотрудники. Ключевые сотрудники подобны ключу, который бьет из-под земли. Они находят решение тех проблем, которые не могут найти другие. Они, если их поместить в пустыню, они так выруют ямку, что солнце не будет попадать на дно этой ямки. И в этой ямке, внутри, в глубине, температура достигнет точки росы, и влага начнет появляться на поверхности. Вот что такое ключевые сотрудники, которые могут создать ключ, которые могут создать решение какой-то задачи. Творческие сотрудники. Это сотрудники, которые решают такую задачу. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. То есть, прежде чем решать какую-то задачу, они вначале ей формулируют. А какая задача перед ними стоит? Находят инструменты для ее решения. Пойди туда, не знаю куда. Неизвестна цель. Принеси то, не знаю что. Неизвестен предмет. Объект тоже неизвестен. А творческие сотрудники могут поставить цель, найти объект, найти инструменты для решения задачи. Прогрессоры. Это верхняя категория сотрудников, которых очень мало на земле. Они могут и не быть на вашем предприятии. А кто это такие? Наверное те, кто превосходит по своим способностям и творческих, и ключевых, и ценных сотрудников. Но если вы собрали, если у нас есть ценные, ключевые, творческие сотрудники, то предприятие будет развиваться. И прогрессоры могут и не понадобиться. Если вам интересно более подробно прочитать, узнать о прогрессорах, я вам рекомендую книги братьев Стругацких «Полдень, 22 век». Я рекомендую тем, кто учится еще в университете, становиться ценными сотрудниками. Ценными. Как вы это можете сделать? Вы, когда выполняете ваши студенческие работы, рефераты, курсовые работы, расчетно-графические работы, отчеты по практике, выпускную квалификационную работу. Вы, вы вначале проверяете эту работу на наличие ошибок. Ошибок русского языка, ошибок смысловых, ошибок технического плана. Все ли рисунки на месте, таблицы присутствуют, информацию, которую вы предоставляете в рисунках, в таблицах, в графиках, соответствует ли она теме реферата, теме курсовой работы. Проверяете. Проверяете. Только после этого отдаете эту работу на проверку преподавателю. Как проверить, как узнать, стали вы ценным или нет ценным сотрудником. А очень просто. Если когда преподаватель берет вашу работу, он ее смотрит, и у него не возникает никаких вопросов к вам, никаких замечаний. И он вам без этих вопросов и без замечаний ставит отличную оценку. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы узнать, когда новые видео выйдут на этом канале. Желаю вам успехов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok